Порошенко назвал участников акции «Бессмертный полк ряженными» Порошенко назвал участников акции «Бессмертный полк ряженными» 2.22 РИА Новости, Стрингер Действующий президент Украины Петр Порошенко РИА Новости, Стрингер Действующий президент Украины Петр Порошенко Архивное фото Москва, 9 мая РИА Новости Действующий президент Украины Петр Порошенко в ходе своего выступления приуроченному ко дню победы над нацизмом, назвал участников проходящей по всему миру акции «Бессмертный полк ряжеными». Трансляцию речи украинского лидера ввел 112 канал. «Победа над нацизмом 1974 года назад – это не повод водить ряженые полки бессмертных по всему миру», заявил украинский лидер, выразив мнение, что никто не имеет права монополизировать эту победу. 3 мая, 16.30. Захарова отреагировала на идею заменить «Бессмертный полк» на Украине. Порошенко также заявил, что за пять лет на Украине появился свой ритуал празднования Дня Победы во Второй мировой войне, приближенный к общеевропейской традиции. Несколько поколений украинцев, как считает президент, выросли на тщательно отретушированной версии Великой Отечественной войны. «За время независимости мы ничего не забыли и ничего не изменили из того, что было правдой», – добавил он. При этом за последние годы Украина открыла для себя множество новых страниц трагической истории, которые раньше очень усердно и старательно от нас скрывались и замалчивались, – сказал Порошенко. Это не первое его оскорбительное высказывание об акции «Бессмертный полк». В прошлом году в преддверии Дня Победы он заявил, что данная акция является частью гибридной войны России против Украины. По мнению зампреда Комитета Госдумы по делам СНГ, Евразийской интеграции и связи с соотечественниками Константина Затулина, слова Порошенко об акции «Бессмертный полк» являются унизительными для ветеранов войны. При этом парламентарий назвал украинского лидера «человеком без совести». 5 мая, 14.41. Клинцевич о «Бессмертном полке» попытки переписать историю провалились. Общественные акции «Бессмертный полк» проводятся 9 мая в День Победы в России и других странах. Это шествие, во время которого люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне, 1941-1945 годы. Впервые акция «Бессмертный полк» была организована в 2012 году в Томске по инициативе местных тележурналистов. С 2015 года акция официально стала общероссийской.